Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президента Армении Роберт Кочарян готов вновь претендовать на высший пост в стране. В ходе пресс-конференции для российских СМИ в Ереване он заявил о намерении участвовать во внеочередных выборах главы армянского правительства. «Если будут выборы, я буду в них участвовать. Да, я претендую на участие и на победу, и значит, претендуя на то, что что-то в этой стране надо менять, что-то надо исправлять», сказал Кочарян, добавив, что «располагает достаточным опытом, чтобы обеспечить динамичное развитие Армении и улучшить управляемость государства». Однако, по словам Кочаряна, для внеочередных выборов существует только один легальный механизм. Пемьер-министр Никол Пашинян должен уйти в отставку. Затем его фракция должна два раза не выбрать нового пемьера. После этого запускается процесс внеочередных выборов. Также он отметил, что не собирается мстить действующему пемьер-министру страны Николу Пашиняну в случае своей победы. Но Кочарян, который вновь рвется к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху, забыл о самом важном моменте. Армянский народ, который был заложником карабахского клана более 20 лет, не хочет видеть его на посту пемьер-министра и ни в коем случае не допустит этого, исходя из опыта прошлых лет. Как гласит народная мудрость, на одни и те же грабли дважды не наступают.